я тебя приветствую дорогая как погода в украине добрый вечер хосей магомедович у нас очень теплый я хочу во первых тебя представить еще скажи свое имя чем ты занимаешься я то тебя знаю хорошо потому что это у меня подготовку как специалист проходишь но но это там совсем другой формат как мы занимаемся но сейчас очень важный вопрос который ты мне можешь задать давай спасибо вам меня зовут валентина малик я из украины городки работаю в компании трион марс наша компания занимается бизнес консалтингом мы очень важную тему внесли стрессоустойчивость работа с эмоциональным выбиранием и я по этому поводу собственно и обратилась к хасаю магомедовичу потому что его методы я на сегодняшний день считаю самыми лучшими по стрессоустойчивости и по предотвращению эмоционального выгорания вот наших клиентов вот часто бывает заканчивается отчеты там или начинаются отчеты планируются и человек который находится в бизнесе он имеет очень сильный уровень стресса и часто зациклен на задачи которую он не может решить часто люди жалуются на то что у них бессонница они не могут уснуть просыпается среди ночи с мучающим их вопросом и вот я хотела спросить как чтобы вы порекомендовали вот именно человеку который находится в бизнес среде который большую часть времени своего проводит в офисе и домой приходит нам практически лиц на спорт идет куда-нибудь отдыхать или домой приходит просто спать которого особенно нет времени особо нет времени на самовосстановление чтобы вы посоветовали такому человеку я бы такому человеку посоветовал что делает например очень известный бизнес тренер пентасевич несколько роликов выкладывал об этом чем все всем своим подопечным которых обучает бизнес-тренингом и еще чему-то он дает им синхрогимнастику из пяти классических упражнений упомянуть и и он со мной списался и мы с ним вместе там я приехал к нему в центр он там новый так меня там встречали все потому что они вдруг увидели автора там туда-сюда но я им сказал вы к этой синхрогимнастике должны добавить и свои приемы не только 5 классические а именно те которые подбираете из любого миллиона возможных движений подобрать те которые для вас наиболее простые и комфортные и сделать вот тогда себе собственный личный комплекс может быть он будет не из пяти а из двух упражнений а может быть и здесь и уже не по минуте а по секундам дробная синхрогимнастика и вы на работе можете перед работой как зарядку на целый день и потому что она снимает зажимы нервно-мышечные раскрепощает включает энергию в этот момент делая синхрогимнастику там хвостом лыжник шалтай болтай другие мечтать о том как пройдет у вас день потому что в этот момент когда вы делаете эти упражнения почему называется синхрогимнастик синхронизирующие то есть подходящие именно вам простые поэтому здесь ленивых не бывает любой человек может подобрать то что ему просто и комфортно поделать несколько этих упражнений мечтая одновременно как пройдет день вопреки тому что может произойти что будешь готова к любым неожиданностям и каждую неожиданность воспринимать как подарок судьбы они как стресс то есть такую создать установку а вечером дома делать разгрузку вечером дома делать волну допустим или другую или там идиомоторные приема идеарефлекторного характера таким образом сочетая 5 минутку перед работой и вечером может быть 10-15 минут ну а кому-то верно минуты хватает а кому-то и полной минуты хватает выходить на состояние нуля выходить на состояние эмоциональной дистанцированности эмоциональной отрешенности то есть состояние созерцание состояние такой некой пустоты эмоциональной в голове когда ты можешь о чем-то думать и в то же время как бы не думать и там все прокручивается весь рабочий день на автомате ты просто сидишь наслаждаешься как будто ты на пляже вежишь как будто облака плывут и ничего тебя не задевает ты о чем-то спокойно думаешь вот это состояние называется дефолтом работы мозга когда ты не задействован а ты эмоционально отрешен иногда бывает даже и голова пустая и в этот момент идет восстановление и проработка волнующих вопросов совершенно другом режиме работы мозга через нулевое состояние через эмоциональное дистанцирование где свободный поток ассоциации не ограничены твоим эмоциональным отношением к чему-то потому что эмоции это отношение а там никаких отношений нету и ты как бы тебе как бы природа помогает решить твой вопрос два вопроса нет номер пример если у человека дедлайн вот у меня уже дедлайн то есть окончание времени сдачи работы сдачи с сроком работы в этот момент выполняя метод ключ что у человека происходит у него высвобождается ресурсы внимания для того чтобы качественно закончить свою работу еще раз еще раз я хочу уточнить вопрос ты говоришь вот у тебя заканчивается срок выполнения работы и называется дедлайн и обычно когда дедлайн начинает подтягиваться хвосты по работе часто очень много нестыковок все рушится все горит и человек пиковое стрессовое состояние испытывает когда у него дедлайн то есть вот прямо сейчас скоро через день через два через неделю сдавать работу и он зависает страх ошибки и он не успеет что делать и у него там в голове в этот момент зацикливание какой-то на этой доминанте что он может не успеет он начинается накручивать надо снять это перенапряжение тем что дополнительно довести до пика например вот ты находишься в таком состоянии просто не знаешь как бы и не знаешь о чем подумайте все валится из рук это осталось два дня что делать тебе надо довести напряжение до пика то есть потянуться как следует потянуться по это ты когда водишь когда напрягаемся почему по утрам когда просыпаемся мы остаточное напряжение инстинктивного доводим до пика и в этот момент когда мы делаем потянущики о чем мы в этот момент подумаем о нашем будущем она так и будет потому что если на пик напряжение ты положишь свое желание она начинает реализовываться это установка если ты подумаешь что ты совсем хорошо справишься все успеешь сделать издашь работу хорошо и все у тебя получится то есть не создавал образ будущем на пике напряжение а потом раз и голова тебя отпустила и голова такая спокойно и ты думаешь а чего первый раз что и вдруг ты вспомнила те моменты до которых ты минуту назад и не додумалась бы потому что ты была занята зациклена вот этой доминанты как быть и ты себя накручивала а ты довела до пика напряжения и сбросила его и сразу голова заработала и сразу прошли умные мысли в голову и сразу вспомнила что не первый раз так и всегда ты справлялась и все у тебя теперь получится понял что нужно делать чтобы завершить дело до конца надо по утрам потянутся мечтая о том что у тебя все хорошо получится самое главное любой момент можешь любое напряжение доводить до пика вот например ты можешь просто вот у нас есть такой вот дополнительные компоненты ключ его лучше разминать если ты например будешь вечером дома когда у тебя плохое состояние просто разминать уши как борцы перед тренировкой чтобы им уши не сломали разминать уши потому что уши это шоковый орган там миллиона идет и пусть от головной мозг снимается спазмы улучшается кровообращение поэтому врачей сейчас уже начали рекомендовать я их научила за многие годы давление поднималась тревога страх какая-то депрессия появилась неуверенность если лучше размять минутку то потом появляется освобождение то есть спазма снимается кровообращение улучшается голова становится ясно и зрение становится четче даже улыбка появляется даже глазами можешь улыбаться так и учителю уже появляется энергия то что спазм снялся кровообращение улучшилось так вот если ты дома это делаешь вечером после работы в момент когда тебе плохо допустим допустим размяла лучше потом ты сделала волну вышла на волну подобрала действия максимально простые максимально комфортные думая о своем и при этом ты помечтала что теперь на работе когда у тебя будет стресс тебе достаточно только помять мочку ухо у тебя создается условно рефлекторная связь то есть ты по существу этой процедуры домашней заготовкой на завтрашний день якориш это хорошее состояние которое ты получила после разминки ушей и волны допустим вышла на состояние эмоционального дистанцирования заякорила помечтала о том что завтра в любой момент любом месте на работе если ты будешь чувствовать дискомфорте у тебя же нет времени всего этого делать а ты просто мощь лучше ухо помнешь незаметно для всех и это вся процедура у тебя рефлекторно на основе этого условного рефлекса пускового который называется якорь в нлп а у павлова иван петровича называется условно и запустится вся эта процедура если будешь в таком состоянии до состоянии допустим переговоры вести ты нервничаешь он видит что ты нервничаешь а ты вот так сделала и чё ты совсем другая стала и он удивляется думать что это с ней то есть это ваш бесценный бесценные советы для слишком занятых людей хорошо а вот второй вопрос у меня был регулярность выполнение упражнений вы говорите разгрузку делать там по вечерам утром комплекс из 5 упражнений до синхрогимнастика а вечером разгрузку насколько регулярно мне это нужно делать каждый день на протяжении месяца каждый день или подойдет стихийно но я думаю вряд ли стихийно подойдет где выполнять упражнение зависит от исходного состояния цели потому что если человек допустим несколько дней высыпался как только он разлабиться ему спать у другого слезы пойдут потому что пар так сказать выпустил это все детали которые ты уже знаешь поэтому я сейчас повторять не буду и пускай все выходят на бесплатный ликбезы на станции смотрят на этот канал просто я сейчас напоминаю это зависит от исходного состояния и задачи целей если он готовится к экзамену он это же самое состояние у него может быть по-другому протекать то есть динамика состояния зависит от исходного состояния и задачи цели и в зависимости от этого удивляться не нужно что один раз он делает разгрузку ему такая волна новой энергии а в другой раз делает разгрузку ему плакать хочется пусть не удивляется зависит от исходного состояния ясно спасибо спасибо за бесценные советы но тебе огромное спасибо но ты очень такие хорошие вопросы задала поэтому вот мы и решились и всем это показать одновременно одновременно чтобы люди поняли что подготовка специалиста в данном случае у нас специалист как вы видите который знает какие вопросы задавать она занимает это подготовка специалиста совсем другой формат это не то чтобы сейчас вот так разговариваем а просто сейчас мы выдавите ответы которые может быть для всех и каждого очень полезны до встречи друзья на встреча тебе успехов я горжусь тобой потому что прекрасный специалист до встречи